Ну что, распаковка! Послал вороне бог кусочек сыра, на ель ворона взгрома здесь. Сожрать его решила, не знаю. На моё имя я, конечно, заказывала тут что-то, но что-то оно так быстро прям пришло. Сейчас начнём его, так сказать... Так сказать, начнём его открывать. У-у-у, тут целая куча. О, слушайте, сколько мне тут всего прибыло-то. Ух ты, я думала, там что-то одно, а тут оказывается ещё. Так, ну что. Вроде пусто. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять пакетов. Так, ну на это дело надо сесть. Я ж думала, что мне тут это самое, а тут вы гляньте как цельная куча. Ну что, посылка с посылками. О, так и называют, посылка с посылками. Так, номер один. Так, я его просто отрезала. Извиняюсь, я тут опять же со своим этим вездесущим пальцем. Так, что это такое? Ага, всё, это то, что мне надо. Это, знаете, что? Это такие маленькие лички. Те, что тут открываются. Ой, 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 ой. Вот. Вот такие маленькие лички. Вот, их несколько штук. Там, по-моему, штук десять должно быть. Так, одна. Так, это у нас пять. Да, десять штучек вот таких. Это хорошо. Это очень полезная вещь, когда разливаешь масло в небольшую такую ёмкость. Очень трудно попасть. Вечно проливаешь налево-направо. А тут я увидела в интернете. Ой, ладно, найдём. Поймаем. Увидела в интернете. Думаю, слушайте, классная штука. Надо себе приобрести. Если вы спросите, почему сразу десять, недостаточно ли одной. Но получается, что не совсем. Я делаю сразу масштабный такой залив. Ну и десять штук на десять баночек. Само-то сразу раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И потом закрутить. И заново по новой. Если там большее количество баночек заливается маслом. Так. Вот это очень хорошо. Мне это нравится. Так. Вот у нас ещё одна баночка. Это самое. Сейчас я отрежу и покажу. Так. Это у нас что? Ага. Это пластиковые. Слушайте, я думала, они побольше. Слушай, вот зараза. Семь на семь сантиметров. Хм. Ну ладно, закажу побольше. Но это тоже подойдёт для упаковочки всяких там масел, всяких кремчиков. Для этого самого. Ну, маловато. Ладно. На всяком случае... О, пришли мои помощники. Возмущаются. Так. Что это такое? Оно прекратить. Боевые действия. Ну так вот. Распаковка с кота-паузами. Кш! Чёфсик-фоксик. Ох, сосранцы. И печка, которую никак не установим. Ты сладий рыжий. Раскрыла одну штуку. Слушайте. Очень даже хорошая вещь. Она оказывается с небольшим таким хвостиком. Его можно закрыть. И вот здесь можно за это самое... Как его называют? Клеевой. В общем, здесь оторвать эту штуку и можно заклеить. Это как раз то, что надо. Очень хорошо. Ну, размерчик, скажем так... Ну да. Это для каких-нибудь небольших кремчиков. Салвия и прочих. Ну, нормально. Пойдёт. Да. И здесь у меня 100 штук. 7 на 7. Очень хорошо. Так, следующий сказал заведующий. Сейчас открою. Вот что нам. Ворону Бог. Ворону Бог послал кусочек сыра. Ага. Это вот такие же пакетики. 6 на 9. Ну, по-моему, они без закрывашек. Сейчас посмотрим. Вот такие. Это такой... Нет, это немножко разные размеры. Это у нас 7 на 10. Вот этот. А этот 6 на 9. Ну, это, скорее всего, так. Для салвия пойдёт. Для кремов. А этот у меня помольше. Вот этот 9 на 15. Сколько здесь штук? Что-то не вижу. По-моему, они все должны по 100 штук идти. Не знаю. Или здесь 105. Ну, в общем, посмотрим. Вот это тоже мне нужно все. Вот. Это то, что надо. Так, вот такомочки сюда. Это сюда. Так, вот это ещё какой-то товарищ. Сейчас ещё покажу. Вот этот. Это то, что вот в этой посылочке было. Это вот, наверное, на этом лучше показывать. Он без закрывашки. Ну, это что-то положить. И, допустим, скотчем заклеить. Или какой-нибудь бантик завязать. Но это тоже... Это тоже хорошо. И как раз пойдёт для всяких салвии. Так. Вот она штучка. Ну, я думаю, что здесь тоже этот самый. Какая-нибудь упаковочка. Ну, вот. Разрезала. Здесь поменьше. Так. Выпадай. Так, всё. Ага. Здесь тоже упаковочка. Но она, я так понимаю, с этим самым застёжечкой. Это хорошо. Хорошо. Вот. Потому что, по сути дела, нужны разные. На разные варианты. Разные упаковки. Разные баночки. То, что надо. Здесь. Что тут написано? Так. Что тут у нас написано? Написано. На. Ничего не написано. А, нет. Вот. Сто штук. Вот. Сто штук. И это хорошо. В общем, маленькая упаковочка. Сто штучек. Замечательно. Так. Это у нас что? Нашётка. Тоже что-то. Не знаю, что. Сейчас, короче говоря, вот открыть. Так. Написано. Написано. А, вот что это у нас. Да. Это то, что я очень даже... Лучше бы отрезать называть. Сейчас достану. Вот такие пипеточки. Вот они. Пипеточки эти нужно... Знаете, для чего? Вот когда масло горячее, его нужно это самое. Перелить, допустим, в какое-то узкое. И оно как пинцетом так зажимаешь, оно берёт и вылавливает. Вернее, втягиваешь масло, и куда надо его нажимаешь. Он, как говорится, выходит. Входит и выходит. Ну, в общем, пять таких пипеточек. Я посмотрела, они рассчитаны на пять... Сейчас, где тут показать? Вот. Пять миллиграмм. Вот оно. Вот оно. Пять миллиграмм. Очень хорошо. Вот так вот нажал, захватил, нажал, и всё вытекло куда надо. Очень хорошо. Ну, не знаю, как оно, конечно, будет... Сейчас... Не знаю, как оно будет. В общем, надо будет попробовать сделать. У меня тут есть один заказик. Надо будет сделать. Заодно и проверим работоспособность. У меня есть другие, но они чуть поменьше. Там где-то на два с половиной миллилитра. Ну, оно какое-то такое мягенькое, конечно. Ну, стоило пару копеек. Посмотрим. Потому что я когда-то заказывала стеклянное, но, к сожалению, стекло не дошло. Разбилось. И я так пострадала, пострадала. Думаю, не буду. Но тут, смотрю, появились эти самые вот такие пластиковые пипетки. Ну, вот еще у меня такая штучка. Ну, что там? Сейчас будем раскрывать. Так. Раскрою. Это у меня же инструмент. Точно. Я же себе заказала вот такую штучку. Это так называемый термос. Сейчас. Точно. Это вот такой термос. Брать себе на работу. Это же я. Слушайте, я хочу сказать, что очень. Я его заказывала, наверное, числа пятого. Сегодня у нас пятнадцатое. Ну, да. Пятнадцатого. Ночь пятнадцатого. Уже с четырнадцатого на пятнадцатого. Сейчас раскроем. Посмотрим на эту красоту. Так, достаем. Такой агрегат. Ой, тембой здесь тембой. Какая маленькая штучка. Маленькая-маленькая. Так. Такая маленькая штучка. Это у нас, что, наверное, носить. Может и нет. Надо сейчас попробовать открутить. Открутила. Вот здесь такая крышечка. Закручивающаяся. Вот это не знаю что. Какой-то клапан. Посмотрим. Ложечка. Ложечка. Небольшая. Миленькая. Ну, так. Очень даже... Я так думаю, что она очень даже будет хорошо входить. Допустим, вот так вот. Если её... Хотя, может и нет. Да, конечно, одной рукой это всё делает. Нет. Это не для этого. Понятно. Так. В общем, ложечка. Вот. Такая. Миленькая. Пластиковый. Это у нас, я так понимаю, для сохранения. Чтоб не... Ну, такой термосок. Может, завтра с собой его взять на этот самый, на ярмарку. Что-нибудь сюда тёпленькое положить. И как раз можно будет проверить, как это всё дело работает. Точно, точно. Потому что я завтра поеду на ярмарку. Прикольная штука. Прикольная штука. В общем, вот такой милый, зелёный, малюпусенький термос. С хвостиком. На 430 миллилитров. И вот такой супчик туда можно забомбить. Очень даже интересная штучка. В общем, надо попробовать попользоваться. Ну что, следующий агрегант. Что тут у нас такое? Алюминиум сториджес. Ага, это для кремчика, для сауи. Сейчас откроем. Вот, я чуть-чуть подрезала. Это мероприятие. В общем, надо второй рукой. Я так по жизни всё время покупаю какие-нибудь... Ага, это у нас 10 миллилитров. Вот металлические алюминиевые штучки. Это у нас, по-моему, чуть побольше. Да, а это у нас на 15 миллилитров. Ну вот это как раз очень хорошо для каких-нибудь кремиков с этим... с биевокс. Биевокс это у нас пчелиный воск. Но его немного надо. И как раз вот то, что надо. Так, это значит 10. Это 15. Ну, по-моему, да. Остальное 10. 10. 10. И это тоже 15. Ну, очень хорошо. Как говорила, я покупаю так периодически разные имбалаши. Вот, ну, пусть лежит. Когда придёт время, воспользуемся этим делом. Извиняюсь, что рукой трясу, потому что тут пытаешься всё сделать одной рукой. И увлекаешься, и руки трусятся. Так, это у меня, вот это ещё осталось. Осталось 2 паку. 2 паку. Пока-пока. 2 паки. Крафт-папир. Крафт-папир. Ну, попробуем. Так. Крафт-папир. Крафт-папир. Это у нас картон. Или... А, это, наверное, я заказывала вот такие пакетики бумажные. Вот так, коричневые. Вот такой пакетик. Он небольшой, но очень даже вместительный. Можно засунуть сухие яблоки, к примеру. И кому-то подарить, красивенько оформить. Или же, допустим, специи, приправы, чаи, всякие там травки, муравки. Очень даже удобная вещь. Тем более, что она, в общем, достаточно простая. Без всяких красивостей. И можно это обыграть по-разному. В общем, 60 таких штучек. Так. Что? Осталось у меня еще один. Что-то большое. Что-то большое. Сейчас открою. Вот. Это я заказывала такие упаковочки для мыла. То есть, подарочное мыло. Вот, посмотрим. Вообще-то, это какой-то натуральный продукт должен быть. Сейчас сразу вытащу. Вот. Две упаковочки. Такой размер. Ну, мне кажется, что маловато. вот, на то мыло, на которое я хотела. Завязочками потянула и стянула. Вот такой вот вариантиц. Залезла вовнутрь, вывернула. Он еще вроде как чем-то проклеен. Да. Мне показалось, что это натуральный материал. Ну, наверное, зря показалось. Ну, в общем, выглядит, конечно, он в натуральном цвете. Таком соломы. Ну, я, конечно, думала, что я его на мыло пущу. Ну, в смысле, на упаковку для мыла. Ну, как-то надо будет придумать что-нибудь с этим делом. Бедный Фоксик уснул. Под неотапливаемой печкой. Ну, здесь теплее. Теплее. Потому что единственный кондиционер, он здесь работает. Вернее, вармпумп. Да. Надо, наверное, перебираться сюда, спать, потому что наверху холодрега. Невиносимая. У меня тут есть мыло, которое... Ну, какие-то остатки где-то оставались. Или, там, допустим, я недозапаковала что-то. Это, вот, у меня розмариновое мыло. Это... Даже не знаю, что это. А, это вот... Соммерблумст. Летний цветок. Летние цветы. Вот это. Это я недавно делала мыло. Это тоже я недавно делала. Я его показывала. Это лавандочка. Я оставляю себе по пару кусочков. Так, это у меня... Это у меня шампуневое мыло. Да. Это у меня шампуневое мыло. Так, это... Это... Лаванда. Я уже их все на запах знаю. Это у меня ментоловое мыло. Кстати, надо будет взять с собой. Ой. Я обожаю его. Яркий такой насыщенный ментоловый запах. Что здесь у меня? Это у меня мыло с... Рингблумст. Олия. И... Как же он называется? Сезамовое мыло. Ой. Я его обожаю. Это одно из самых лучших мыл для сухой кожи. Вот эта маленькая розовая прослойка. Это красная глина. Она помогает отшелушивать кожу. И... Для очень сухой кожи. Вот это мыло. Помогает. И помогает ее... В общем, крема не надо после него. После этого мыла. Вот. Что тут у меня еще? Это тоже такое же. Ой. Надо будет себе взять. Значит, я его люблю. Что тут у меня еще? Так. Это шампуневое. Это вот то, что я делала. В общем, такие закромородины. Небольшие. Шампунь. Ну, пока у меня есть запакованная. Пусть так лежит, дышит. Так. Ну что. Попробуем засунуть в этот самый. Влезет, не влезет. Как ни странно, влезает. Так что все-таки у меня это глаз-алмаз. Вот. И такой будет подарочный наборчик. Слушайте, очень мне нравится это дело. Очень-очень-очень. Как раз мыльца сюда входит. Есть свободная. Ему немножечко, так сказать, не жмет упаковочка. То, что надо. То, что надо. Да. Влазим. Мыльца. Ой, боже мой, как вкусно пахнет. Так, надо себе взять. А то я что-то уже всеми мылами перемылась. Уже остались какие-то остатки. Так, сейчас что-нибудь выберу. Вот, возьму себе вот лавандовое. И шампунь, потому что моя закончилась. Так что я тоже пользуюсь шампуневым мылом. Тем, которым сама делаю. Вот. Такие лаванды. В общем, я очень довольна своим заказом. Немножечко я думала, что я не попала в размер, а попала в размер. То есть вот эти тоже под разные варианты пойдет. Вот эта штучка, даже пакетики. И то, все то, что нужно. В общем, я довольна. А, вот эту штучку еще забыла. Так сказать, присовокупить. Все. Практически подарки под елочку. Ну, что ты там спишь? Скажи на этом самом. На картоночке. Бедный я, бедный. Бедный я, бедный. Еще sometime. Спасибо.